Пермские поклонники певца Макса Коржа В результате трагедии погибло 156 человек. Официальная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. Этим грешат и уличные продавцы «Петарты Салютов» и в Благовещенске в том числе. У вас есть документы на реализацию продавцы? Конечно. Документы активиста молодой гвардии продавец показал. Лицензия и сертификат качества есть. А вот с тем, что хранит товар с нарушением под открытым солнцем, не согласился. Мы продолжаем торгуем, но что все торгуют, и мы торгуем. Жить-то надо как-то. Документы есть детям, не продаем, а нетушитель стоит. В том, что детям такой товар не продают, очень сомневается депутат Сергей Чоботов. Он не пропустил рейд с общественниками по личной инициативе. Сам отец, хоть у меня дети еще и маленькие, но я уже переживаю их в будущем. На мой взгляд, такие рейды, они необходимы, потому что продавцы продают пиротехнику малолетним детям, которые не сядут за техникой безопасности. У них может она и в руке взорваться. И также мы видим, некоторые продавцы курят около своей пиротехники, хотя это катерически нельзя. То, что торговать пиротехникой на улице нельзя, продавцы, по всей видимости, знают. Иначе бы не прятались от проверяющих. Последние, к слову, обследуют места незаконной торговли без всяких документов. Закон позволяет. Существует закон о защите прав потребителей. В соответствии с ним мы, как потребители, имеем право требовать о них документацию, сертификаты. Особенно на пиротехнику мы можем требовать о них лицензии, чтобы знать, что она настоящая и не опасная для жизни. Сообщения о нарушениях общественники передают в полицию. За последнюю неделю сигнализировали трижды. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то в декабре месяце сотрудниками полиции было выявлено 17 аналогичных правонарушений. Еще, в принципе, есть две недели. То есть рейды проводятся у нас на постоянной основе. Также вся поступившая информация в дежурную часть, где-то если граждане пресекли данный факт, либо выявили такой факт, мы обязательно данное сообщение регистрируем, выезжаем на место, проверяем информацию. Если она подтвердится, товар конфискуют и выпишут штраф. От полутора до двух тысяч рублей заплатят продавцы. Владельцы точек от 30 до 40 тысяч. Кристина Каширина, Анжелика Павлова, Денис Слугов, программа «Город».